Контроль масочного режима. Почему находится в салоне общественного транспорта без маски? Я забыл еще раз. Этот молодой человек сегодня опоздал на работу. Маску в своих карманах он так и не нашел. А потому сотрудник полиции сопроводил его из маршрутного такси для составления протокола об административном правонарушении. При этом мужчина не саботирует масочный режим. Причина нарушения банальная. Забыл средства индивидуальной защиты дома. А сами как относятся к масочному режиму? Положенственно, правильно. Я забыл просто. Такая беспечность пассажирам может грозить штрафом от 1 до 30 тысяч рублей на основании части 1 статьи 20.6.1 Кодекса административных правонарушений России. Протоколы об административном правонарушении на горожан, пользующихся общественным транспортом без маски, составляют сотрудники полиции, которые регулярно участвуют в рейдах по контролю масочного режима в городских автобусах, маршрутных такси, троллейбусах и трамваях. Ежедневные проверки организует Департамент транспорта совместно с транспортными предприятиями, а также представителями городского штаба добровольной народной дружины. Специалисты проверяют наличие масок у пассажиров три раза в день – утром и вечером в часы пик, а также днем. За последние две недели составлено 26 протоколов на нарушителей. Все они направляются в суд, где решат, какое наказание должен понести каждый нарушитель. Кроме того, только за октябрь наземный транспорт покинули 246 пассажиров, не желающих продолжать поиску в масках, к поискам в метро недопущены 1272 человека. Мы штрафуем того, кто не имеет маски или отказывается ее надевать, даже после того, как мы попросили это сделать. Или, например, человек маску надел, вот только сотрудник полиции отвернулся, он тут же ее снял. Но вот демонстративно, наглядно противопоставляет установленным требованиям свое поведение. Мы видим, что все-таки нарушителей становится меньше, потому что, ну, во-первых, благодаря массированной информационной кампании все-таки уже никто не говорит, а я не знал, что есть такое требование носить маску. Во-вторых, глядя на окружающих, наверное, люди маску начинают носить, ну и, в принципе, вот глядя на эпидемиологическую обстановку. Но не только некоторые пассажиры все еще не пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Иногда водители и кондукторы тоже находятся в салоне без маски. В таких случаях пассажиры могут заявить об этом по телефонам горячей линии транспортных предприятий или на их страницах в социальных сетях. Только водители, которые находятся в кабине, полностью изолированной оргстеклом от остального салона, могут управлять транспортом без маски. Остальные строго в средствах индивидуальной защиты. Если кто-то на рейсе нашими пассажирами был обнаружен без защитного средства, они нам звонят на горячую линию, сообщают номер билета, номер машины. Мы оперативно, значит, фиксируем этот факт. И вечером проводится служебная проверка. По итогам которой происходит, скажем так, дисциплинарное уже взыскание. Административная ответственность предусмотрена и для юридических лиц. Сумма штрафа составляет от 100 тысяч рублей до 300 тысяч. При дублировании нарушения от 500 тысяч рублей до 1 миллиона. При этом в транспортных компаниях города создают все условия, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно. Перед каждым выходом в рейс транспорт обрабатывают обеззараживающими растворами. В течение дня кондукторы поддерживают чистоту в салоне и проводят дезинфекцию контактных поверхностей. Средства индивидуальной защиты для сотрудников предприятиями закуплены в достаточном количестве, чтобы водители и кондукторы не тратили свои деньги на эти расходные материалы. На предприятии постоянно закупаются средства индивидуальной защиты. Работникам они постоянно выдаются. То есть никаких материальных вложений для этого не требуется. Все, что нужно, мы им выдаем. Проверки по поручению главы Самары Лены Лапушкиной будут продолжать до тех пор, пока действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Городские власти подчеркивают, в сложной эпидемиологической ситуации главная цель таких рейдов не столько наказать, сколько обезопасить горожан и убедить использовать средства защиты, чтобы избежать распространения инфекции. Вместе с тем, комплекс мер нацелен и на защиту от гриппа и других сезонных респираторных инфекций. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.